Всем привет, мальчишки и девчонки! Мы с вами находимся на Гиркрафте И это у нас вот моя-моя базочка Которая такая куцая, прям такая Прям никакушкая Зато с наличием необходимых, скажем так, предметов И сегодня я бы хотел Скажем так, вот эту фирму Сделать нормальной. У меня нехватка еды А с учетом того, что у нас стоит Здесь Farmer's Delight, и здесь Можно крафтить это все при помощи Определенных механизмов То, я думаю, нужно будет как-то Придумать и сделать так Чтобы наша фирма была большая, автоматическая И внедряла в себя огромное количество Всяко-разно-разнообразных Семян И мы могли пользоваться этой фирмой Не только, скажем так, функционально Но и эстетически, чтобы она была красивая И приносила удовольствие Поэтому, я думаю, мы возьмем сейчас Территорию, которая находится За моим домиком И превратим ее во что-то плюс-минус симпатичное И после постройки Мы с вами превратим ее в автоматизированную ферму Которая будет приносить нам огромное количество Не только семян, но и всего остального Кстати, самое что интересное Если мы посмотрим на семечки То семечки можно переработать только в компосте Поэтому Ну, я думаю, что, наверное, мы так и сделаем То есть мы потом возьмем все эти семечки И отправим их в компост Чтобы она нам приносила костную муку Кстати, я вон там себе нашел Очень крутую штуку Покажу ее потом Там у меня спавнер Спавнер прям рядом с базой Это же офигенно Все, я пойду построю сад А вы запасайтесь печеньками И желаю вам приятного просмотра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выглядит оно теперь вот так Здесь у нас внизу есть Скажем так, потайное помещение Для того, чтобы пустить все механизмы Я думаю, даже мы с той стороны это все сделаем Взял 32 кварца с любовью, Делл А я у тебя взял эндершейнчик Потом верну Буду должен Походу, дел нас обворовали У меня остался один эндерперл Один Черт Во-первых, мне сейчас нужно будет зачарить всю броню И тем самым мне нужно будет сейчас Тогда сходить за ифритами А в аду как бы не очень хорошо У меня, кажется, есть идея Я знаю, как мы поступим Теперь, собственно, поговорим с вами о том Каким образом нам добывать опыт Мне сейчас нужно определенное количество опыта В частности 15 Где-то профукал меч Алмаза не до хрен с ним Короче, 15 опыта на зачарование топового алмазного меча И где-то плюс-минус еще до хрена Можно даже посмотреть сколько На зачарование фулл брони Где-то по 10 уровней на каждый элемент С версии 1.18, 1.19 Я точно не следил за этим никогда И не запоминал эту бредятину У нас вместо руд Начало в Майнкрафте выпадать вот такое сырое сырье И вот после того, как эти руды начали выпадать Создатели модов решили сделать очень интересную штуку Они раньше, если при помощи крейта можно было дублировать То есть удваивать количество руды получаемой То сейчас при крашинге Если ты крашешь его Ты с 75% шансом получаешь блок опыта И поэтому, если мы закинем сюда все Подождем, пока оно все перемолится Мы получаем вот такие nugget of experience 12 штук, в свою очередь Надо попробовать даже, сколько одна дает Я не думаю, что одна дает прям очень много Да не, нормально она так дает Поэтому я сейчас подожду, пока у меня накопится Переработается вся моя руда Ее тут почти 300 штук И тем самым наберу себе определенное количество Где-то в районе 250, наверное 260 Вот таких вот nugget of experience И мне должно хватить А тем временем у нас где-то босс заспаунился А где? 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 Не видно? Видно, вот там Вон он Арарный босс, это серьезно А кто? Крипер Хмм Нет, я все равно пойду Самое главное В крипере Если он тебя не видит Ну, глазами в смысле Он не может взорваться И это не может не радовать Ну, конечно А! Черт, иди Иди нахрен Ты охренел? Рожа скелетская Так Все Готово Сколько у меня их? Ну, прилично 5,5 стаков Почти 6 стаков опыта у меня Эй, я думаю Этого мне хватит Для того, чтобы зачариться По полной программе Субтитры создавал DimaTorzok В общем Какая у меня идея С этого всего Воспользоваться Вот таким небольшим Механизмом Я еще не знаю Работает он или нет Поэтому мы сейчас Будем с вами проверять Итак Суть этого механизма Такая Что По вот этому вот Шафту Штука будет Ездить туда-сюда При этом Доезжая до определенного Момента Она будет Получать Redstone Сигнал Redstone Сигнал будет Передаваться на клатч Который в свою очередь Должен будет Переключаться Либо мы сделаем Это через Пульс экстендер Я еще не знаю Работает он или нет Поэтому проверим Либо мы через него сделаем Либо мы сможем Сделать это через Автоматически Через Redstone Рычаги Короче Мы сможем это сделать Поэтому давайте пробовать Берем водичку Берем ее Разливаем сюда Все оно пошло Все Эта штука пошла Обратно А единственное что Ставим хрень Склеиваем Хорошо Если Redstone Сигнал идет То получается Мы Так И Вот так Только нужно наоборот Ну что Попробуем Разливаем водичку Штука едет Не в ту сторону По идее Сейчас она должна Работать Берем вот эту штуку Ставим ее вот сюда Все Оно поехало Сейчас как только Оно доедет Я наверное Слишком далековато Поставил Для таких скоростей Сейчас мы ее ускорим Или не ускорим Теперь он должен Сейчас прикоснуться С Redstone Контактом Эта фигня Должна передать Туда И эта штука Должна поехать Обратно А Ну да Конечно Я не поставил Штуку Которая должна Обратно Это все Направлять Так Здесь ставим Ну пускай Будет например Там 10 тиков Например И Ставим сюда Эту штуку Ставим вот так И сюда засовываем Вот так Все Нужно больше Чем 9 тиков Да Секунд Ну пускай будет там 6 секунд Например Да И оно работает Сейчас оно По истечению 6 секунд Идет обратно Секунд надо больше Значит мы ставим Сколько Ну пускай будет 20 секунд Например Нужно будет понять Скорость С которой оно будет Двигаться Туда обратно Но я думаю С учетом того Что Понятное дело Что одно колесо Без ускорения Без ничего Оно много чего не даст Но суть в том Что оно работает Да И оно поехало И оно поехало Обратно Хорошо Теперь осталось Реализовать это все В размерах фирмы Легендарный моб Легендарный моб Легендарный моб 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 Так Ну вроде все Оно должно Поехать Надо проверять Делаем гирбоксинку И Блин Вот так И вот так Все Оно поехало Доезжает Сигнал Почти Почти И вот теперь Мы ставим Сюда Эту Штукенцию И Жбонь И оно пошло Обратно Работает Сейчас проходит Некоторое время И оно пошло Еще раз А сверху Это выглядит Офигенно Просто На ней даже кататься Можно Главное что? Главное оно Работает И работает Так как нам Надо Здесь конечно Можно сейчас Перенести ее На один Блок Дальше И получить Чуть Эффективнее Фирму Но А надо ли Оно нам? Я думаю Нет И такого Количества За глаза Хватит По любому Теперь нужно Проверить Собирает И передает Леон Все В ящик Все Теперь оно Работает И все Замечательно Оно Скидывает Сюда Урожай В чем Была проблема В том Что вот этот Интерфейс Он не может Самостоятельно Отдавать Что-либо То есть Ему Нужен Какой-то Помощник То есть У него Есть Внутреннее Хранилище Но при этом У него Нет Все нормально Все заработало Фу Я аж Разпереживался Вот Но у него Нет функции Скидывать Самому Поэтому При установке Такого Спокойного Вандезит Фуннел Он С спокойной Совестью Может Все Передавать Поэтому Я считаю Что Первый Наш Огородик Уже Сделан Для того Чтобы Проэкспериментировать Сделаем Вот Так Здесь Здесь Ну Как-то Вот так Сделаем Все И посмотрим Сейчас он Должен Это все Проехаться Собрать Вот он Собрал Замечательно Там Остановиться Вернуться Обратно И теперь Передать Все 10 пшеницы 12 13 14 Медленно Конечно С одной стороны Передает Но с другой Стороны А что бы И не Да Автоматизм Автоматизация Автоматизация Все ништяк Я вот О чем подумал Мне Стоит Сделать Систему Кстати Нужно Будет Здесь Дырку Золотать Смогу Да Я смогу Отсюда Провести То есть Я сейчас Спокойно Провожу Всю эту Систему Полностью Скажем так Зацикливаю Ее И все И оно Все работает Все замечательно Все прекрасно Ну что Она работает Оно Все делает Оно Блин Прям с кайфом Мне очень нравится То что у меня Получилось Теперь она Сама Все делает Единственное Что Я не знаю В любом случае Оно здесь уже Начинает Приносить Мне потихонечку Ресурсы То есть Здесь Здесь А с учетом того Что остальное У меня не хватает Семечек Но я думаю Со временем Сейчас семечки Появятся И мы сделаем У меня возник вопрос С томатами То есть Томаты Будут ли они Собираться И не ломаться Потому что Томат Он работает Примерно как ягоды То есть Они вырастают Сначала Кстати Можно сейчас попробовать Сейчас мы возьмем Костную муку Вырастим И посмотрим Работает оно или нет Будет ли оно собираться Сразу же нормально Или оно все таки Будет ломаться Потому что Если оно будет ломаться То тогда Как бы Габелла А если оно нормально Будет собираться Боун Боун мил Все Оно выросло И давай Вот это тоже Мы вырастим Итак Сейчас оно пройдет И Собралось Да Оно не сломалось Оно не сломалось А это значит Что все хорошо Сейчас он вернется назад Он мне Спокойно Всю эту систему Систему Скинет Естественно Потом мы сделаем Когда у нас Хватит уже мощностей И всего остального Сделаем систему Для хранения Ааа Он у меня не собирает Потому что я забыл Кое-что сюда добавить Блин Блин Ай-яй Ай-яй Не надо меня убивать Пожалуйста Меня уже один раз заживало Да Да Он все скидывает Все нормально Все хорошо Все работает Соответственно Томаты Тоже можно Так выращивать А это значит Что? Правильно У меня в ближайшее время Будет огромное количество еды Зачем мы делаем Такое количество еды И вообще В принципе Для чего Оно нам все нужно Здесь у нас же тоже нет баррела Тоже нет баррела Поэтому Сейчас мы по-быстренькому Ему поставим Пускай он кайфует Что у него Оно есть Успею? Эй Не успел Черт Ладно Зачем нам это все нужно? Почему мы делаем Такое большое количество еды? У нас здесь стоит Модификация Фермерс Делайт Которая помогает нам делать Вот такую крутую еду Которая восстанавливает Полностью весь голод И делает насыщенность Еще и комфортно 5 минут накидывает Мне тут пока что Меня кормят Так что Я не умираю А в остальном Я думаю Мы будем продавать Такое количество Еды Которая будет Наша ферма делать Ну как минимум У нас уже полностью Засаженная грядка С капустой У нас полностью Засажены две грядки С Пшеницей У нас засажены Грядки с картошкой Соответственно все ништяк Здесь у меня пока что Плохо все Потому что у меня просто Не хватает семян Но я думаю Я побегаю по миру Поищу и сделаю все Чтоб у меня было В больших количествах И естественно Нужно будет дооформить Всю эту Прекрасную оранжерею Чтоб она смотрелась Хорошо Провести сюда Провести сюда Дорогу Чтоб было удобнее Забегать А не приходилось прыгать И потихонечку Мы с вами Обустраиваемся Я нашел Прекрасное место И данное место Оно превратится В большое Красивое Соответственно Многофункциональное Такое Я не знаю Даже Можно назвать Это базой Можно назвать Это городом Но в любом случае Оно будет Офигенным И мне будет приятно Здесь находиться Вон он Собирает потихонечку Красота-то какая Черт возьми Вот ну ладно Спасибо огромное за просмотр Подписывайтесь на канал Ставь лайки Обязательно напиши комментарии А мы с тобой увидимся В следующих сериях Пока-пока